Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Казнатинин Сегодня наша тема лекции видео урока Сердце эндокардит и перикардит Давайте разберемся, кратко мы скажем Итак, перикардит это воспаление сердечной сумки Эндокардит это воспаление внутренней оболочки сердца Понятно, да? А вот теперь давайте внимательно Послушаем, что за все болезни сердца отвечают легкие И если вы хотите любую болезнь сердца преодолеть Либо побороть, либо успокоить То, пожалуйста, начните это с легких Нормализуйте сначала дыхание А уж потом лечите свое сердце Это на первом этапе Потому что малый круг никто, скажем так, еще не отменял Но у нас западная медицина отменяла Настал большой круг кровообращения, а малый круг нет Это подсказка очень большая вам Итак, далее мы идем Но сердце Когда болит сердце, помните, тогда всем органам достается Почему? Потому что сердце, согласно восточной философии, хозяин всех внутренних органов И если начинает воспаляться сердце Начинает воспаляться, либо что? Болеть все внутренние органы Почему? Потому что внутренние органы получают от сердца энергетику Именно сердце задает ритм внутренним органам и системам Понятно, да? Но здесь нужно еще сказать на физическом уровне На энергетическом мы сказали, что легкие нужно, скажем, восстанавливать для того, чтобы сердце было крепким, здоровым На энергетическом уровне Но на физическом уровне должна быть очень сильная поджелудочная железа Почему? Потому что поджелудочная железа контролирует мышцы наши с вами Либо мышечный каркас Сердце – это мышечный орган Пожалуйста, восстановите поджелудочную железу И все ваши мышцы, что придут в норму Вследствие чего придет в норму и сердце Это тоже нужно знать Согласно диагностике 12 меридианов 9 меридианов из 12 контролируют сердце Вот представьте, вот эти 3 функции хотя бы вы узнаете Я обращаюсь к тем, кто постоянно жалуется Либо у кого здесь тяжелые заболевания сердца Вот 3 функции Первая – дыхательную функцию восстановите Вторая – поджелудочную восстановите Третья – сделайте диагностику 12 меридианов Узнаете, как 9 меридианов из 12 контролируют сердце Они воспаляются частенько, либо они слабые Вот 3 функции, согласно которых вы должны прислушаться хотя бы Хотя бы первые 2 функции выполните Третью там не каждый может пройти диагностику, я понимаю Но при всех воспалительных процессах в сердце При всех, еще раз говорю, не только эндокардит и перикардит Точка В13 пришлю вам в помощь Данная точка расслабляется Но помните, подсказка Как только начинает у вас воспаляться сердце Восстанавливайте дыхание Потом глотайте таблетки Потом расслабляйте данную точку Но ключевым все-таки аспектом восточной медицины Остается диагностика 12 меридианов Потому что многие меридианы контролируют сердце И вот представьте, не работает меридиан треновый багреватель Который контролирует клапанные Аппарат сердца Ясно, да? Представьте, не работает меридиан почек Либо он воспаляется Который контролирует сердце Меридиан сердца Меридиан печени Вот в каком состоянии эти меридианы Меридиан поджелудочной железы Многие скажут, мы не знаем, что вы лечите Поэтому данная информация, уважаемый зритель, вам в помощь Спасибо за внимание